я вам карту сыну скину только что видели ну да я это самое включил только чего-то у меня не получилось весь как я обычно делаю весь трек сразу включить вы получается справа панель на нее нажать на стрелочку она вылазит это я нажал длина хвоста я сделал по полной да ну там возможно перескочил обратно на 5 минут там очень быстро но перескать легко перескакивает посмотрите что нам знак бесконечности стоял о все я так а все равно твой трек движется а вы его теперь перетяните он должен самый а все понял да надо панель до конца перетянуть все сделал похоже да так ну что мы будем это смотреть да ну можно в принципе тут на самом деле так больше поразговаривать порассуждать по перегонам там особо разбирать честно сказать может быть ну как же длинные так и я понял в общем-то тут без вопросов как ты скажешь что что-то скажу что и делать буду но что-то первый там без каких-либо проблем там понятно там тропинка там лощинка по лощинке там камушки зеленочка справа слева хорошо читалось это и получается мы стартуем все на одной минуте ну все смеси все стартуем от полчаса поскольку много участников дистанции очень похожи как эстафетное рассеивание и одновременно стартует два человека один на одну дистанцию другой как бы на другую дистанцию но они похожи вот и со мной парень стартовал у кп на зеленочке было я как раз это еще одну четко там увидел в общем-то взял первый без проблем потом второй тоже смотрю какие варианты ну тут либо вот в траверс как и получилось либо может наверх на дорогу но потом не хотелось спускать перед кп и тут на второй полчаса эти парни это норвежец со мной стартовал быстро бежал достаточно я принципе за ним это траверс там почти до моего кп у него где-то дальше там был видно на камушке и скалка вот я почти ска с ним отработал внушись лежала я за ним ну какие-либо там трудности тоже у меня не возникло но опять-таки это больше его работа здесь было потом он 3 там наверх тоже без проблем ну и 4 он уже немножко впереди был под быстрее бежал горку чем я я решила заборы вдоль забора ну зашел очень потом взял на кп потом принципе ну достаточно неплохой интересный перегон 545 такой длинный да но мы вчера разбирали от на старой карте он почти такой же был вот старая планировка дистанции там вот то что я показывал тоже вот он почти такой же тут не за разница в чем было вот мы смотрели может если помните центре перегона там под под лесом бежать по тропинке на той старой дистанции здесь получается они вот эти поля не запрещенными сделали здесь бы там поля были бы открытыми то можно было бы там прямее уходить в траверс например с 4 смотрю если буду уходить траверс 4 то потом на эту дорогу по центру потом надо тоже либо в траверс как-то идти дальше либо по дороге подниматься где у меня там трек проходит наверху это дорожки в общем я ушел со старта с 4 пункта ушел наверх и потом вот так вот реализовал через дорогу ну мне сложно даже оценить вот глобально конечно перегон очень длинный и ситуация такая сложная то есть я затрудняюсь даже вот понять высоту то есть если бежать более прямо вот например вдоль забора до ну ближе к линии вдоль забора потом на на дорогу через одну дорогу на вторую вдоль запретки еще одну дорогу подхватываем немножко сейчас вдоль линии получается пересекаем дорогу пересекаем дорогу чуть на чуть левее линия и под под вниз получается под небольшую запрещенную там где поле до около вдоль запрещенной который выскакивать на улучшенную дорогу которая слева да да даже даже не так смотри вдоль вдоль забор я так на уровне идеи опять вдоль забора потом спускаемся потихонечку до пересекаем одну дорогу и прижимаемся вот к той которая вдоль запретки до по ней потом в районе 18 пункта перескакиваем на другую дорогу вот а то то дальше тут вот дальше можно чего делать можно выходить на ну примерно выходить на твое окончание на твое окончание ну слева тут смысла нету большой очень спуск большого окончания выходить тут получается сколько тут толщенных 1 2 потом подъем до или да это 5 утолщенным это 25 горизонтали 25 метров набора вот с 18 до моего окончания только начало большое да а те то есть это мы потеряли то есть в этом варианте много теряется после забора после забора а если а вот если смотри мне как бы чего но ты вначале набираешь да если если вот вдоль забора вдоль забора а потом на эту же улучшенную и между запрещенными территориями получается вот я когда ухожу я набираю где-то 10 горизонталей в этом варианте если так то это около пяти горизонталей но тут правда нюанс в том что это все время бежать по лесу вдоль забора вы конечно не самая нара лучшее у меня тебя дорога ну да ну наверно 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 еще раз говорю я как ты вот что-то вот прям сложно да сложно да сложно с одной стороны пришлось сжать карту чтобы перегон в лес с другой стороны уже как бы пестрят горизонтали я плохо плохо чувствую глобальность вообще ему ну труд трудный перегон даже как будто в натуре я не знаю то есть у меня нету навыка понимаешь вот так вот прям вот быстро оценивать я вот чё как я оцениваю я могу долго смотреть прикидывать а вот так вот быстро выбирать да и быстро быстро оценивать ну достаточно мне сложно и вот это все ну одним словом выбрал выбрал что-то пытался там сравнивать этим также песо на река то не я буквально что как компьютеру добрался еще только-только ну ладно ну кстати вот я смотрю эмиль свенск вот он пересек даут забора пересек эту первые улучшены потом под небольшим полем и он потом пошел в траверс от того небольшого поля на кусочек улучшенной и под этими двумя еще раз запрещенными территориями и оттуда во через лес через 14 и девок написано потом 13 и на цифр на и полноту тропу где я только чуть чуть ниже потом начал вылазить но я вот не вижу по сплитам не знаю сколько это по времени получается мы кстати вот мы отмечались я был чуть-чуть за ним буквально ну то видно примерно одинаково получается уже 4 брал чуть-чуть за ним а потом мы уже почти вместе почти на пятом ну видишь еще я так думаю тебе еще как бы папа ну какой-то степени помогло то что ты выше разбирали вот тот старый длинный и уже как бы характер рельефа я смотрю как баран на новые ворота а ты уже чуть-чуть тут понимаешь где тут как идет рельеф и это конечно плюс работает что и с нуля вот ночи с нуля конечно очень сложный перегон очень сложно и и выбирать надо быстро ну ладно хорошо сделали сделали давай чего-нибудь еще там есть что достойно какого-то разбора в принципе наверное да ну метод ошибка получилось вот как раз я беру 5 на 6 все нормально я ну как она как бы не сильно большая тут 2 полчаса не две подряд вот 7 8 до 5 я вот почему-то после ухода вот с 6 на 7 не за почему я думал что вот это вот этот бугор микро бугорок и бугорок они почему-то я думал что не в яме находится я бегу я ничего не понять какая яма девушка находится и я вот падают эту яму удивите между 7 8 почти ну и оттуда как бы то есть я вот это все время я когда ухожу после 6 я бегу я разбираюсь я не знал точно ну я как бы потом а яма все ну перепрыгну ту сторону взял копы ну было неприятно ну смотри и вот тут что что мне показалось твоем рассказе вот я думал что это яма а ты ты тут думать то особенно и не надо ты же ты же вот на шестом копы ну выбираешь вариант неважно даже какой хотя тут надо бежать я считаю азимутально просто азимутально бежать и вот ты бежишь азимут вот ты поставил азимут туда посмотрел что ты видишь какая яма ты уже видишь там ситуацию какая нафиг яма а у тебя получается ты как бы выхватываешь какой-то участок и придумываешь его а потом пытаешься вот эту вот мини ситуацию увидеть на местности что-то я не вижу ямы вот в данном случае это ну это вообще неправильные неправильное ориентирование ты должен развивать местность вот от себя ты вот сейчас отметил 6 ты на склоне просто на склоне азимут выставил и чё получается по азимуту бежишь примерно вдоль склона ну там видимо там получается типа небольшой седловины и вот этот вот бугор микробугор они ну словно на каком-то там ну типа плата типа а между ними ну вернее так скажем между им и основным склоном седловина да и и сразу не видно там замазана но и и ты строго вдоль азимута смотришь туда вперед и в общем-то должен видеть эту седловину и тут и тут вот это вот а вот тебе она придумала что там яма оторвана от своего от своей ситуации и как будто бы тебе теперь бежать до ямы когда не убежать подниматься спускаться вдоль очень вообще практически отсутствует вот смотри я тебе когда-то когда-то говорил ты должен планировать и прогнозировать не ориентиры а продвижение свое да да тем не менее по ориентирам а у тебя вот ты эту яму локализовал взглядом и она у тебя не привязана к общей ситуации и получается что тебе эту яму надо находить она не находится и ты сразу в этих самых в растрепанных чувствах у меня получается больше я вот этот бугры я подумал что они находятся в яме это я понимаю это я поняла я понял это вот во первых непонятно с чего ты это принял вот я смотрю просто на карту еще в пятнашке мне кажется ну как я вижу в пятнашке наверно потому что вот видите вот на за первым этим микро бугром и бугром полянка и поэтам три точечки каменный грунт но я возможно принял этот каменный грунт как забер штрих подумал что у меня вот эти бугры из микро муром я не находится может быть ну ну смотри ну во первых вот уже в круге в седьмом там берг штрих виден в седьмом круге я смотрю просто на пятнашку сейчас на карту на физическую но конечно так выгодно все очень мелко ну опять вот еще раз получается что ты начинаешь разбирать ситуацию вот с этой середины и вот и тут придумываешь яму а ты от себя должен протягивать у тебя справа склон справа но если вот прямо смотреть на седьмой капот по линии справа склон налево чет происходит ну ты должен как бы с одной стороны ты должен понимать чудо по карте другой стороны ты должен по местности смотреть вот я смотрю туда по местность справа склон вижу вижу налево чё я вижу вот как бы увязывать прям сразу увязывать карту и местность но этого это не хорошо я сказал но тем не менее чтобы ты как бы понял про что я говорю а у тебя получается еще раз а у тебя получается что где-то там будет какая-то яма и ты ее пытаешься найти вот чем не нравится и ты получается то есть ты вынуждена начинаешь искать эту яму потому что ты ее придумал неважно почему а ты должен не яму искать а ты должен просто протягиваться и здесь да я понимаю трудно там что-то вычитать но ты должен вот уже по ходу по ходу вот ты уже строго азимутально побежал грубо говоря тебе плевать сейчас яма не яма я строго прямо бегу строго строго и вот строго тягиваться тогда а вот подожди а вот ты сначала строго туда вот посмотрел и по своему взгляду ты уже видишь что происходит на местности и тогда и тогда тебе легче по понимать карту если ты с первого раза карту не понял а ты с первого раза карту не понял лишь вот еще раз почему протягиваться протягиваться надо сразу от копы а не в середине а ты ситуацию микро ситуацию в середине как бы сделал какой-то такой важной определяющий а как она у меня я вижу информация которую я беру из карты то есть я же по этим объектам протягиваю себя но ты вот самого начала того вот смотри ты бежишь 5 копы спускаешься и уже вот перед копы ты уже выбрал свой вариант и посмотрел направо ты уже должен как бы чуть-чуть посмотреть на право куда я там буду уходить то есть вот нужно прям сразу по протягиваться начинать сразу после отметки на кп и а ты сразу после отметки не протягиваешься а ты куда-то куда-то побежал чтобы тогда слабо понимаю что вы подразумеваете под понятием протягиваться протягиваться вот в данной ситуации данной ситуации ну понятие протягиваться до выполнять логику рельефа если бы ты правильно прочитал логику рельефа то ты бежал бы справа склон впереди седловина но слева могу вот слева буго но ты не смог это прочитать но если как бы вот придуманно прочитал и тогда получается как ты будешь протягиваться никак и и и ты согласно тому как ты прочитал у тебя вот эта ситуация она не в общую не вписывается она не вписывается в общую ситуацию потому что ну ты вообще в яме бугор микро бугор и вот как бы ну как-то в яме там и вообще нелогично ну и вот еще раз конечно на ходу еще 150 сильно меша помешала вот это вот свою линия соединительная а там все забивает и вот эту вот нужную важную информацию между на перегоне она забивает и ты и ты как бы вот не понимаешь ситуацию и у тебя тогда что свое представление протягиваться спускаться в яму но этого спуска по сути не получается ты бежишь дальше вот я еще раз как бы тут даже не надо сильно ты сейчас давишь на а как же мне протягиваться я на мне больше вот я больше сейчас акцент делаю на то что ты пытался найти яму на местности тут вообще никакого протягивания нету тут есть поиск глазами ищу где яма а какое тут у тебя протягивание протягивание ты протягивание это целиком вся нитка от капы до капы с 6 капы ты чего-то уже начал куда-то чего-то с тобой должно происходить ты уже куда-то поднимаешься спускаешься вдоль бежишь у тебя этого участка нету ты как-то это на автомате в ту сторону и там найду яму и потом по яме там вон она плащине выбегу про по желтой и вон выбегу желтую ямку и там на капы концовка до концовку ты построил а начал ты не построил ну как вот это вот ну не знаю ситуация конечно просто я сейчас вот ты неправильно прочитал и дальше уже пошло наперекосяк и что вот видишь я не смог как-то убедительно тебе это объяснить что вот неправильное чтение оно должно неправильное представление оно должно местностью выправляться вот так вот поставим вопрос как то должно выправляться потому что ну вот не просто яма а вот если даже это яма тогда сразу должен быть спуск 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 ты чуть-чуть спустился но это первая горизонталь плюс половинка а дальше а дальше подъем идет то есть вот с точки 6 капы ты уже этот район видишь и нету там ну там есть вот этого плащина а такой вот яма с этим нету это просто видишь значит что значит либо ты не так все понял либо где моя яма и ты начинаешь придумывать искать искать вот глазами это яма мне больше всего не нравится лишь протягивание она логически последовательно одно идет за другим это я понимаю значит и дальше тоже сейчас буду понимать а у тебя у тебя нет начала начала вообще какой-то такой просто туда а там ищем яму здесь ази где вот в твоей своих действиях протягиваются и вот прям вот про как же я буду пройти а как ты ну а как ты в результате протягивался ну как ты ямы не увидел продолжал туда фигачить ну и какой-то протягивание никакого 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 так вот чтобы протянуть да нужно конечно правильно понять ситуацию и тогда ты чуть-чуть спускаешься и вон прямо отсюда видишься седловинку вообще простецкий перегонка через седловинку переваливаешь ну вот налево лоща еще одна седловинка и бугор и все вообще простецкая ситуация но начало я еще раз говорю да можно сказать виновата вот это вот соединительная линия можно было хотя бы чем компас глянуть каша получше чем я наверно никак не глянул да это это а в компас компас а вот у тебя компас это для определения грубого направления и где где-то это так и вроде бы как бы работы на этом перегоне нужно бежать строго прямо просто строго прямо здесь вообще ничего делать не надо строго прямо бежишь и все а строго прямо ты плохо бежишь ну ладно много времени здесь оставили я соглашусь что может быть я не очень убедительно тебе как бы свою позицию высказываю что я не смог тебя как бы убедить ну теперь это кажется не совсем так ну ладно мы иначе чтобы долго рассуждать следующий перегон опять нужно бежать строго прямо и неважно что тут чего просто строго прямо а ты начинаешь каренделя закладывать да потому что это же кстати вот туда то же самое но почему-то вот эту после скалки это йос не очень воспринял я не почти не видел на местности я был очень под каким-то сомнением то ли она это или не она я получается вот поэтому протянула дальше и смотрю уже я видел по сути мелькнула мне призма но я не веришь и виде призма но как будто красную там тряпочку когда я вот этот бугор со скалкой пересекают я не вижу часто но я такой-то не это вроде что-то не 0 это не мое летом не вижу я потом это закладывает и петлю установлю старый так не наверно все таки это был моя скала бугор и бегу уже к ней вот тоже самое примерно вот понимаешь чтобы чтобы протягиваться нужно во первых понимать ситуацию во вторых у тебя должна быть нитка а не бег в ту сторону а у тебя у тебя вот опять бег в ту сторону и там и там попытка увидеть разобраться привязаться а изначально бег в ту сторону с помощью грубо вазинка год побежал ты 7 на 8 вот чего-то там тебе слева я не знаю что тебе там сбрендила ты уже на ку компас уже вообще тебе мешает только и или ты его на него вообще не смотришь и ты начинаешь там вот это самое гоногнуть и не пойми куда даже еще раз говорю понимаю что не понимаешь здесь этот перегон бежится строгим строгим а зиму потому что тут тут тяжело протягиваться потому как вот эти рельефные формы они чуть-чуть поперек здесь не почему протягиваться и даже цепочки нет и этот желтый бугор со скалой вообще не нужен на этом перегоне но можно его как слева там посмотреть но в принципе он не нужен здесь вот склончики склончик плюс и дергаются горизонтали и ну как бы склон загибается он такой вот плавника загибается и там есть по сути две полки первая полка правая с двумя микро бугорками а потом вторая полка твоя с микро и с бугуров он как бы какая тут ситуация получается но каша пятнашки она очень так это все мелко и сложно все это высмотреть я соглашусь сложно и вот я смотрю на круг на кругах делаю обрывы на разрывы она линии соединительные не делая всем их не понимаю соединительные линии такая что слепой ее увидит нафиг вот такая жирная нафиг она такого плотного цвета и он это счет тут на компьютере она как бы немножко свою одну я согласен не ну на компьютер я понимаю что на компьютере зачем такая плотность этого самого такие правила такие стандарты вот это дурацкие стандарты дурацкие вот густота понимаешь ну надо так чтобы дистанцию видно было ну да к дистанцию ну а чую не чую ее и так все видно а то что вместо себя на загораживает ходили карту это наплевать было ну что после 8 там уже на 9 5 этот 6 уже там были потом 10 10 решил прямо пойти ну там точно прямо тут вариант это после ухода с этого 9 6 9 просто вверх как бы по сути пешком вылазить крутой склон либо можно было обойти через дорогу я решил там вылезть его прямо пойти в этом проблем вообще-то не возникло там 10 11 я не понял как что обойти через дорогу можно а вот можно уйти например 6 9 2 пункта на дорогу улучшенную слева налево налево ну а чё ты там что-то выигрываешь наверное нет просто чтоб более пологий подъем так получается я там горку почти пешком идут ну соглашусь 1 крутяк есть да ну ну такой ну есть до левый вариант я соглашусь начало левое можно вроде бы вроде бы дорогу другой стороны можно подрезать дорогу тоже вот этот вот питатель от первой петли которая торчит вот азимутально можно прям подрезать туда там вот три бугорка их справа можно отбегать и тут тоже тоже быть такой по подъем небольшой а может быть да мне кажется на мест на практике думала было бы не целесообразно ну вот опять тот же самый вопрос что лучше по длине и но по полога или же покороче но резко и тут тут прям вот сказать что лучше можешь только ты сам как тебе лучше а вот так вот со стороны я ты не могу тебя убеждать что вот это лучше чем вот это это ты сам тут выбирай ну выбрал выбрал ладно ночью потом 10 11 без каких-либо проблем на 10 смотрю что в принципе вот я там стропинки когда пересекают дорогу улучшенную можно было принципе к линии прижиматься но мне не хотелось там под этими скалами тоже там это крутой стоят я просто пошел так более плавно ну и там ческать еще была тропинка от спортсменов траве уже протоптанная поэтому я пока что было проще использовать там и не отдохнуть там расслабиться частично такого сильного большого ориентирования не подъявлялась ну бежать этот отрезок попрямее вот теоретически можно попрямее и тут еще вот ну с одной стороны до одинаково я так подумал может быть а лет слышишь меня у меня что-то выскочило что неполадки написано при загрузке страницы возникли неполадки код ошибки out of memory не memory и загрузили нету карт как раз исчезла можно будет обновить и страницу api я нажал на перезагрузить и вышла опять карта сейчас все по новой надо делать и и выделять спортсмена тут надо и это надо и это протягивать час я вас так все я восстановил картинку восстановил яха я хотел сказать что если чуть паре по поменьше отклонение делать то там вроде бы как вот бугор информативной но с другой стороны у тебя тоже через бугор и этот бугор ты видишь и там поляна все видимость хорошая ну и и плавнее подъем я соглашусь ладно давай дальше потом на 12 решил вот через слева получается пойти принципе тут вариант есть вот на тропинку там через улучшенную тропинку и такой дугой в этот восьмеркой частично как для заходил на 5 бежать ну в общем нет там по сути что сдерживает на моем варианте он более крутой спуск и может быть там не всегда было удобно бежать и сильно быстро можно не побежать что просто очень крутой вот некоторые люди убирали по тропе еще смотрю что например одинаково получалось что слева что справа ну по тропе спускаться все равно лучше мне не понравился зигзаг вот этот вот получается такая восьмерка начали сильно направо не уходишь потом возвращаешься налево идешь ну можно не сильно направо уходить ну вот смотри сначала бежишь прямо попадаешь в тропку по тропке боев до большую дорогу еще чуть-чуть по тропке отсюда уже пряменько пряменько спускаешься вот под скалы вот скалы на ту дорогу по который ты уже бежал я думаю там она тоже скорее всего в жизни надо будет очень сложно не тоже реализовать я думаю этого стоит по тропинке будет я думаю быстрее или как минимум ничего не выиграешь скажем так на этой подвеске не выиграет ну ладно пускай по тропинке ну по тропинке да и тропинка не такой крутяк в принципе принципе в конце то одинаковый крутяк а вот здесь вот ну длиннее но она не так опять сложно очень сложно оценивать вот так вот очень сложно и я обычно вот если тебе это больше понравилось значит для тебя это лучший вариант ну как лучший но есть тебе это больше нравится то есть выбирать на то что тебе нравится тебе вот это понравилось это выбрал мне это даже может не нравится но это не имеет никакого значения если только уж прям явно чего-то ну а так спорной ситуации это твое твой чисто твой вопрос и я тут мне важнее как бы как важнее важнее выполнение по сути насчет выбора ну трудно сидя 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 вот тут на стуле не знаю не чувствуя местности что-то тут высказываться по варианта ладно хорошо ладно давай так что мы все много всего дальше получается 13 14 без проблем 15 в общем-то тоже бабочка ну так может какие-то легкие тут помехи а вот я неприятно получилось на 24 с 15 раз бабочки вот я ушел по дороге ну то есть это планировать вариант я вот вот середине перегона когда крутой склон начался вниз уже потому что я планировал использовать тропку и заходи исчезающую над копы и заходить с неё потом а я почат на середине перегона я потерялся чуть-чуть вот в этих вот там скволь я вот первые бугорки там после лучшей дороге там тропка потом бугорки и скала крутая я почему-то в общем да я принял эту скалу за куда маленькую вот у которой сбоку сколько я сверху держали не вижу там как бы крутой спуск я прижался по ходу движения это было справа от скалы вот я вот между скалками и не прошел не обратил внимание что между скалами на прохожу я падаю вниз туда вот этот где калинистый грунт и вот только я ему поднял меня это на карте каменистый глубже я думал что я иду чуть правее от линии и потом уже когда пересекают исчезающую это понятно меня потом уже в этом месте вот когда исчезающие решают включает дальше тоже через яму через тропинку так уж они несколько неприятный момент получился с этим не смог реализовать то что хотел все подожди а а ты хотел я хотел возле два камушка над исчезающей тропинкой ну короче к ты хотел по тропинке которые чуть правее надо чуть правее линии в конце места отца перегона хотел попасть туда но не смог он сделал сейчас что нужно было вот полянка за кольц улучшен дороге на тропинку поляна закончилась на носе когда перебегают конечно было братья зиму я не сделал я просто пошел по носу думаю сейчас там упаду без проблем там исправлюсь я взял азимут пытался брать пока когда я скалу вот я спустился по щитам этот момент я смотрю что мне нужно правее правее чтобы я не ушел сильно вообще от еще туда больше завалился вниз и тут я посмотрел она была каша раньше ну во во первых вот когда ты пробежал пробегал выступ с двумя бугорками ты понимал где-то да вот тут я бугорок еще вот этот я понимал и вот а потом и дальше я думал я спускаюсь прямо на вот эти вот там где три скалки как и одна скалка как воронка похоже я думал я попал а я попал на большую скалу ну ну руслан ну как а а как но смотри такое какая разница но все-таки компоста ну у тебя же у тебя же нету направляющей потому что склон круглый на склон круглый это не какой-то там вытянутый выступ направляющей нету ну так а значит тогда чего ну ты конечно летишь сам с этой сверху вниз и вообще ничего не разбираешь можно было конечно с этих бугорков брать уже вот на твою тропинку и спускаться уже вот так но но можно можно и от скалы но ты не понимал эту скалу ну вот опять что ну проблемно спускаться круто вниз и в общем-то ориентироваться еще при ну вот тут а тут вот видишь вот опять я хотел попасть вон туда вот надо не хотеть куда-то попасть а выполнять низку тогда ты и прибежишь по этой нитки туда куда это не ты собственно когда ты это привел эту нитку мысленно собираешься привести выполнять нитку нужно а какая тут нафиг нитка тут кувырком вниз и все и как-нибудь там чего-нибудь вот не надо тут прям кувырком то но опасный момент получается и поэтому твои желания они это двумки тут мечтал попасть да ничего ничего не сделал совершенно ничего не сделал и тут вот вот даже вот ты смотри ты после этой грунтовой дороги на тропку свернул по поляне пробежала чуть и вот потом бросил пробку показаться на как-то уходила я не знаю почему паша она мне покажена сильно в сторону уходила а это по сути я просто следовал носу нужно было по ней протянуться дождаться правой тропинке после нее резкий поворот чуть-чуть еще пробежать до изгиба и в принципе уже с этого изгиба ну можно еще ниже по тропке спуститься а можно с изгиба даже уже бежать азимутально но эту трубку точно надо было дальше вот здесь вообще нитка простая просто по тропке на тропку выполнить а ты вот смотри ты очень долго бежишь по этой вот дороге по сплава по грунтовой и вот это вот продолжение место схода оно же всегда трудно бывает вот ты по по этой дороге там я не знаю 500 метров наверное бежал и и в это и в это время в это время ну а ног как бы и ориентирование ухудшается чем не ориентироваться мне туда вот и когда исход получается очень ответственный сход и ну там он он всегда будет проблемным потому что надо что-то обеспечивать стоя на этой дороге тебе ничего обеспечивать не надо фигач и фигач а когда ты будешь сходить мало того мало на точку схода не пропустить ну и дальше то дальше то уже пойдет другое и там нужно уже не просто по дороге фигач надо что-то тут вот уже делать и ты а ты к этому не подготовился можно было уже прочитать эту не вот эту тропочку вот эти все тропочки этот выступ прочитать и так далее и что-то тут построить концовку а ты я не знаю чем что-то делал когда по этой дороге бежал смотрел терпел смотрел как дальше заходить на кафе хотел из тропинки попасть на эту тропинку исчезающего ну вот и ничего не делал это вот и плохо такие то вот дороги надо понятно что трудно например там путь выбирать когда ты вниз катишься там вообще все очень трудно наверх еще нормально можно читать карту а вниз как что как ты почитаешь никак и поэтому эта дорога тебе дает возможность чего-то тут вот сделать у тебя же вот концовка не такая прям простецкая надо было ее отработать а ты полностью выключился по сути ты вообще выключился и и как бы сознательно сознательно просто туда куда-то туда сейчас там я попаду куда мне хочется вот так вот пример но дальше в общем то там проблем у почти никаких ничего не возникло да в общем то там 25 и 26 20 в общем то там все все более-менее нормально ну там были у меня несколько сложностей вот на 25 лет чуть-чуть там дернулся раньше при заходе причем я был уверен что я добежал до камушка но тем не менее видно не добежала что не то понял вот и чуть-чуть там раньше дернулся там в лощинке стоял пункт и какой-то это не мой я что-то я про зарядок там был и по сути и на 29 тоже немножечко посередине перегона как-то после ручейка там несколько так сложно было понимать рельеф она какая-то такая размытая ситуация офигенно офигенно сложно отчеты справа подоруднику лежал не хотел терять высоту честно сказать ну а ты потом то почти не набираешь там немножко набираются ну я сохранил высоту на лакаша сложно было ориентироваться и не знаю что там выиграл действительно или не выиграл там офигенно сложно ориентироваться там все поперек и и тебе каждое пересечение нужно как-то себя определять контролировать и постоянно там протягиваться вот здесь протягиваться почти невозможно яма там по это склон тропинка лощинка потом ручеек и вот в этом после ручейка было несколько сложно потому что это такая полочек ну тогда полянка тропинка первую пересекают и потом вот в этом месте почему-то было сложно с этим вот бугорком я как бы продолжил дальше вперед по компасу так конечно в том направлении то есть не по азимуту но хорошо вот повезло вот это болото заболоченность вот она такая как полка была и она меня точно определил вот в этом месте смотри можно было по дороге подняться через это болото пересечь его и до до изгиба дороги и вот и да кстати я почему так не подумал я вот когда пересекал я еще был на грани знаете как бы вроде вроде здесь но не сто процентов вот чем дело и потом я такой сразу в лес захожу с дороги этой и так а все на болото и дальше просто я вижу такую как ну почти как резину или полку желтую перед кп поляну и рака все точно все нормально все сходится ну вот все равно я думаю что для конца такой тяжелой дистанции через дорогу надо через дорогу потому что и бежать уже проще уже ноги тяжелые и и ориентироваться проще а у тебя вот здесь даже в начале дистанции такую выполнить вот этот перегон очень трудно овощи очень трудно а в конце когда уже плохо и все воспринимается ну там грубо говоря можно ну риск есть вообще как бы там заблудить и даже не только то что там медленнее получается есть риск где-то там запутаться поэтому я думаю надо было справа ну ну вот так это моя позиция 30 в общем то там без проблем тоже там зашелся нормально 31 ну так ты тридцатый тоже не выглядит простецким не не выглядит но как-то без проблем получается вот эта вот дорога где ну под дорога потом это там синякий крестик это звездочка потом этот бугорок чуть-чуть как бы полянка я видел бугорок еще ниже по склону справа ну хорошо хорошо это молодец что ты как бы вот еще в конце дистанции способен рассуждать а сколько километров это было 12 12 и 1 840 набора 840 ну и как ты физически вы все это выдерживали лучше сказать вот самое тяжелое в начале было именно как-то ну лист точнее в начале было тяжело вот там до четвертого ну да потому что это все в гору по счетам идут траверсы в гору вот потом как еще разомнодор парень стартовал норвежец и мне каша было он был пошустрее побыстрее меня я как бы старался его темп держать но он от меня медленно уходил ну не то что там это немножко обидно я по этой делал все что мог но все равно он как бы быстрее он уходил я ничего не мог с этим поделать вот и потом вот на 4 из 4 мы ушли я уже не видел и потом я когда выбежал на дорогу увидел но он уже был впереди потом еще увидел там по пути на 5 на середине перегона в общем а потом по сути один уже до остался в принципе ну вот до этого времени еще там нормально как-то до пятого там 6 7 но потом видимо какая-то усталость и на вам не сказалось что ну или мои какие-то потери времени в целом что когда-то меня обошли в основном после этого ну то что я смотрю по трекам там по сплитам вот ну по то что тяжеловато конечно но вот как-то странно даже нельзя сказать что усталость ну потом усталость есть а тут получается такая усталость и все время бежишь или вверх или вниз и очень редко когда можно по ровному там вот перегон 4 5 там частично по дороге можно было на по ровному а так получается вот именно такой вот бег какой-то силовой силовой то есть негде как бы скорость при проявить свою ну тяжелая дистанция местность тяжелая в общем кажется мне где-то закинули ческать первые вас по моему час двадцать три по моему бежал час двадцать четыре час двадцать три а у меня час тридцать один с половиной ну то есть ребята конечно пободрее передает ногами опять я бы так сказал что сейчас вот из именно соревноваться сравниваться соревноваться большого смысла нет ну чё тебе ног они побыстрее ты побыстрее ничего ответа от этого ну и это твоя задача готовится вот готовится и физическом плане в техническом плане позади правильно ориентироваться а фигачить вообще никакого смысла нет ну ты пробежишь сам даже на пять минут быстрее к примеру ну и чего это тебе тебе этот старт сам по себе ну сравнится да нафига тебе это сравнивать это вообще не имеет никакого о я хорошо я хорошо выгляжу и чё ой или я плохо выгляжу ну и что защите не имеет значения все равно нужно практиковаться и улучшать свое ориентирование за счет тщательной правильной работы чтобы ты почувствовал как надо правильно вот мне не нравится те участки которые вот это вот шесть семь восемь шутки власть и вот тут вот азимутом не бежал хотя там вот ну просто вообще вот азимут и все прежде всего а ты вот там да и там начинаешь ковыряться ну ладно ладно не то что нюанс просто для информации об этой дистанцию ну картограф тот же что на чемпионате мира будет но по моему больше под эстафету под среднюю а под длинную там другой картограф но планировщики дистанции те же самые что на чемпионате мира ну это вообще как бы да я бы не придавалась ну что ну ничего вот из этого да ничего будет другая местность как-то они там будут ну это сто пудо что будут длинные перегоны и ты куда деваться новая ночью это все равно будут они кто бы не планировал все равно будут бабушки все равно будет это все равно все это будет ну и я вот тут вот не строил из этого каких-то там этих самых планов значит я вот чуть-чуть не забыл ты карту прислал значит смотри я ее распечатал ну плохо вообще смотрится ну я могу конечно вот так вот спритык рассмотреть но еще мне ее надо сканировать отправлять как она там получится я не знаю ну ничего страшного буду себе переносить все равно вот смотри во первых ты там написал два по четыре масштаба в карте нету это 10 тысяч это первый момент второй момент вот обычно не то что обычно иногда принтер ну в общем он дурит иногда я не знаю там по каким принципам вот на будущее я тебе уже говорил про это вот тут вот еще раз говорю нигде не написано главное может написано вырезано обращая на это внимание и таких сложных спорных ситуациях как бы сколько метров между меридианами 300 метров вот и тогда я все легко восстанавливаю это я вам отправил а4 то есть и там а4 лист и там по 10 вы печатаете масштаб сто процентов на печать отправлять это он так и будет это масштаб будет правильный но но тем не менее вот ты сказал масштаб действия у меня не написано но я так предполагал но тем не менее я вот что хотел сказать может быть лучше разделить на две части и двумя картами сделать можно как вам удобней но у меня это скорее всего будет еще хуже у меня на этой карте уже есть дистанция у меня но срок будет там такое намешанное скорее всего что мама не горит нет я к тому что просто тогда и тебе и проще переносить будет я так как бы увижу ну мне-то мне-то мне все равно я увижу тоже я тут за столом и вот это все тоже увижу вы мне пришлете ну ладно как хочешь хорошо короче говоря я по нижней части делаю один круг и по верхнюю меня тут чуть-чуть как бы посмотрел вот на самом западе есть там ну типа там полу бугра бугор такой желтый заводить туда нет я думаю смысла нету там как бы мы там пробежали петельку там просто легко поэтому я просто не не очень сейчас накрутить вот в половинке карты четыре километра тоже не просто я вообще по состоянию как мы завтра будем там я ходить бегать может я буду ходить эту дистанцию можете там линию там как считаете что нитку там да что ж на такой мелочи нитку очень трудно делать очень трудно я через смысле карте чертить очень трудно и вот это вот все как бы тут когда горох рассыпанный это очень тяжело тут вот это все если был пошире там все ну какие места которые можно а тут вообще по такой карте ориентироваться по такой мелочи ну ладно я я сделаю что получится возможно будет километраж поменьше а почему спросил про этот бугор потому что ну маленькая маленькая площадь и там столько накрутить да я понимаю хорошо я завтра утром сделаю хорошо спасибо ну тогда завтра наружу поговорить на получится ли нет потом в четверг мы уезжаем в пятницу еще тоже в дороге и в субботу в воскресенье у меня там старте какие-то финальные будет может быть уже тогда позже ну может я вам напишу что-то по это тренировки свои какие-то комментарии а если что-то уже там может субботу поговорим после конфликтовали финальные воскресенье ну сам смотри в общем то да ну так чуть заранее чтобы я мог это вот планировать как бы какие-то другие дела то есть ты вот эти дни времена сообщай как бы так более-менее пораньше и там уже будем разбираться лад хорошо спасибо за сон давай счастливо до свидания